МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только новости культуры. Последние театральные премьеры. Самые свежие кинособытия. Открытие художественных выставок. И ни слова о политике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немые ночи возвращаются в Одессу. В этом году фестиваль будет проходить на новой локации, в Зеленом театре. 28 и 29 июня украинские музыканты озвучат 4 немых фильма из международных и украинских киноархивов. Подробнее расскажет об этом всем мой гость Андрей Сечковский. Встречайте. Немые ночи. Ежегодный фестиваль немого кино и современной музыки, целью которого является популяризация и переосмысление немой киноклассики посредством современной музыки. Основан в 2010 году в Одессе, как дань городу, с которого началось стремительное развитие украинского кинематографа 20-х годов, увенчанное созданием ряда мировых шедевров и формированием одной из самых мощных в Европе национальных киноиндустрий. Метафорическое название фестиваля этого года «Возвращение» означает и символическую репатриацию выдающихся фигур европейского и мирового киноискусства, вынужденных покинуть Украину почти 100 лет назад, и невероятное приобретение украинских немых фильмов, чудом уцелевших в архивах зарубежных стран, и возвращение самого фестиваля в Одессу, где он родился в 2010 году. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, Саша. Ты являешься пресс-эташе и техническим директором, хотя не только. Ты сам признался мне в том, что выполняешь очень много ролей. Рассказывай, в этом году, насколько я поняла, масштаб увеличился. Вы теперь и в Одессе, и в Киеве. И более того, музыкальный акцент присутствует в программе этого года. Музыкальный акцент присутствует с 2010 года, с года основания фестиваля, и это разительным образом отличает фестиваль от других архивных фестивалей по всему миру, поскольку именно современная музыка, созданная украинскими музыкантами или иностранными музыкантами к украинским фильмам, является определенным образом переосмыслением и несколько другим подходом к восприятию этих фильмов, которые были сняты около 100 лет назад. Кстати, только украинские музыканты участвуют в этом году. Это сознательный выбор? Или просто так сложилось? На протяжении гордой и продолжительной истории фестиваля наоборот существовала практика озвучения иностранных фильмов украинскими музыкантами и украинских фильмов иностранными музыкантами. Соответственно, фильмы озвучивались музыкантами из Японии. Там Ищера Катаука приезжал к нам несколько лет назад. Алоэ Оркестры из Соединенных Штатов, Бронт Индос из Кэпиталс Великобритании и многие-многие другие проекты по всему миру. Но в этом году действительно программа состоит из украинских музыкальных проектов, которые озвучивают фильмы. Тоже украинские, два из которых являются фильмами программы, как раз фильмы-репатрианты. То есть это фильмы, которые сняты украинскими актерами кином и тямы, но созданы уже в эмиграции. О программе фильмов я скажу немножко больше, немножко позже. Но в данном случае именно украинский состав был связан с тем, что в этом году, с января месяца, Центр Довженко, один из организаторов фестиваля, совместно с Британским Советом организовал программу Envision Sound. Это конкурс и одновременно воркшоп кинокомпозиторов для как раз создания новой волны и развития молодого кинокомпозиторства в Украине. В программе приняло участие довольно большое количество музыкантов-композиторов, из которых часть только была из Украины, остальные, в общем-то, из Восточной Европы, Польши, Грузии. Так, в ходе этой программы мощнейшие киномутики. Люди, которые работали уже с киномузыкой, кинокомпозиторы, такие как Майкл Прайс, известнейший британский кинокомпозитор, очень востребованный в Великобритании. И в Голливуде, не только. И в Голливуде в том числе, безусловно. Он просто британец сам по себе, у него очень много британских премий. Это Эмми, это British Television Awards, это BAFTA. Есть такой мощнейший приз британской киноакадемии. И, собственно, Лаза Гайкевич, которая основательница Ассоциации электроакустической музыки Украины, которая занимается более экспериментальной музыкой, которая, разумеется, очень востребована как раз в качестве саундтера как фильма. И двое участников этой программы представят свои работы, свои музыкальные произведения вместе с фильмами. В программе это Роман Вишневский и Сергей Леонтьев. Два других проекта представленных. У каждого своя история, своя судьба. Это фильм «Ордер на арест» Георгия Тассина, который озвучивали известнейшие наши вагоновожаты. Кстати, да, у нас есть видео, мы можем потом его показать. Да, я думаю, мы еще поговорим немножко подробнее о программе фестиваля, музыкальной составляющей. И, собственно, Альберт Сукренко из «Хаммерман. Зныщи и вирусы», который в последнее время очень популярен во всех новостных лентах в связи с такой скандальной апатажной историей, что, в общем-то, свойственно «Хаммерманам», связанной с фестивалем в Ивано-Франковске. Не слышала ничего об этом. Ну, хотите, расскажу, но, в принципе... Нет, не будем отклоняться, да, от программы фестиваля. Я думаю, те, кто следят за творчеством «Хаммерман. Зныщи и вирусы» или хоть раз слышали их творчество, я думаю, они знают, о чем где-то есть. Кстати, а давай посмотрим как раз «Вагоновожатых». У нас есть клип. Покажите, пожалуйста. И вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Расскажи, пожалуйста, какой конкретно фильм будут озвучивать «Вагоновожатые» проект? «Вагоновожатые» на этом фестивале озвучивают фильм Георгия Тассина «Ордерный арест». А, угу. Да, при том, что это уже третий фильм Георгия Тассина, показанный в ходе восьми лет фестиваля нашего. Было еще два фильма, и тоже оба совершенно в разной стилистике, как кинематографической, так и музыкальной. То есть очень разные артисты создавали для них музыку. Например, Энвер Измайлов, крымско-татарский блестящий гитарист, который импровизировал, глядя на экран, создавая музыку к этому фильму. Фильм, самый первый крымско-татарский вообще фильм, под названием «Олим», тоже Георгия Тассина. И еще один фильм был на самом первом фестивале, называется «Ночной извозчик», который озвучил питерский музыкант, больше в стилистике фортепианинга, то есть такое больше похожее на топерство классическое, чего, в общем-то, на нашем фестивале никогда не наблюдалось. В общем, этот фильм, на самом деле, озвучен был «Вагоновожатыми» еще в 15-м году, несколько лет назад, и является достаточно уникальной работой, поскольку довольно необычное творчество «Вагоновожатых», которое во многом связано как раз с речитативной частью, с поэзией, которую они исполняют прямо со сцены, был достаточно интересным экспериментом как для музыкантов по рассказам самого Антона Слепакова, так, собственно, и для музыкантов, у каждого из которых на этот момент уже, к моменту создания группы «Вагоновожатые» были уже свои серьезные, известные в Украине проекты. И это один из немногих фильмов на фестивале, который будет озвучен именно в сопровождении тоже определенных моментов речитативных, то есть будет какой-то определенный момент вокальный. Но голос не будет отвлекать зрителя от того, что происходит на экране? Вы очень точно подметили. Мы стараемся избегать взаимодействия вокала, поскольку он не всегда попадает точно в характер и отвлекает на себя большое количество внимания. Но в данном случае, так как поэзия связана тоже с самой тематикой фильма, это позволяет дорисовывать какие-то новые смыслы, новые уровни восприятий, и, кроме того, речитатив достаточно ритмичен, что, в общем-то, в формате музыки вагоновожатых, которая сама по себе достаточно динамична и построена на электронных таких мощных ритмических рисунках, в общем-то, это очень хорошее сочетание. Ну, не говоря уже о том, что, в принципе, сам по себе фильм «Ордерный арест» с точки зрения операторско-монтажных работ является очень уникальным, поскольку и субъективная камера, и какие-то монтажные приемы, и операторская работа, необычные объективы, оно все на тот момент явилось действительно очень авангардным и максимально попадает в эстетику музыки вагоновожатых. Наверное, остается актуальным даже сегодня, да? Конечно. Как раз то, что современные музыканты озвучивают, это придают более современное звучание и восприятие для фильмов, потому что именно, как я уже говорил, отличие к нашему фестивалю в том, что мы не разрабатываем какую-то тему архивных партитур, да и в Украине их почти не осталось, на самом деле, каким-то фильмом, а скорее создаем что-то новое. И на протяжении нескольких лет Центра Довженко выпускал DVD с фильмами, и в том озвучании, как оно было записано, уже в ходе самого фестиваля в Одессе, на причале морвокзала. Продолжая тему программы фестиваля, вагоновожатые — это хедлайнеры. У нас есть еще один хедлайнер — это Альберт Цукренко из «Хаммерман сныщей вируса», о котором мы немножко поговорили. Многие знакомы с визуально эпатажным образом этого коллектива, достаточно такими радикальными текстами, в которых присутствует в том числе ненормативная лексика, но это очень сильно отличается от того, что Альберт Цукренко, как композитор коллектива, подготовил для фильма «Свыни завжды свыни», «Свиньи всегда свиньи». Это фильм Ханана Шмайна, снятый в Одессе о южной железной дороге. И, в общем-то, определенный бардак и бюрократия, происходившая в то время. И в свое время фильм, разумеется, был встречен без сильных восторгов действующей властью. Возможно, один из таких последних моментов вот такой критики бюрократизма, возможно, на тот момент. И, в общем-то, во многом напоминаю то, что происходит до сих пор на железной дороге, что-то, вероятно, поменялось. Лозунг фильма «Спокойной, размеренной жизни станции», «Станция Пупки» — это второе название фильма, мешало только расписание поездов. Альберт Цукренко, который, в общем и целом, всегда испытывал большую страсть к музыке, очень серьезно относился к своему творчеству музыкальному, все время сокрушался по поводу того, что за фасадом визуальным коллектива «Хаммерман» «Знащие вирусы» и других некоторых работ, там, создание рок-оперы «Розовый бутон», например, что, в принципе, музыка остается за кадром и не настолько акцентирована вниманием. Здесь как раз ему представилась уникальная возможность развернуться в этом отношении, но пока никто ни в Киеве, ни в Одессе целиком этот материал не слышал, поэтому это действительно премьера. Кроме того, фильм был тоже, это один из фильмов, которые были восстановлены благодаря архивам европейским. У нас три из четырех фильмов в программе, в принципе, вернулись благодаря немецким и датским киноархивам. В данном случае это бундесархив, это федеральный архив Германии. Да, поэтому фильм отреставрированный, с новой музыкой, комедия, одна из немногих, которые вообще сохранились, уцелели, и тем более одна из немногих, которые мы будем показывать на фестивале, в общем-то, являются достаточно большим экспериментом. Мы забыли, кстати, указать числа. Это будет 28 числа, то, что ты перечислил. Нет, как раз по поводу программы, что, когда, в какой день будет происходить. 28 июня, 21.00, «Зеленый театр». Первым фильмом будет фильм «Адъютант царя». Это фильм Владимира Стрижевского с участием Ивана Мазжухина, известнейшего украинского актера, который во многом стал известен за рубежом. Это не первый фильм с его участием, который мы показываем на фестивале, в том числе мы показывали даже его режиссерскую работу «Огонь пылающий» в свое время, которую тоже он снял, уже находясь в эмиграции. Музыку к этому фильму создавал Роман Вишневский, один из финалистов «Envision Sound», того конкурса и воркшопа, о котором мы уже немножко поговорили. Это достаточно интересное взаимодействие электроакустических и электронных каких-то настроений и во многом отличается от всей той музыки, которая будет звучать. То есть каждый фильм имеет свой характер в программе, каждый музыкант очень по-своему отнесся к задаче музыкального не то чтобы сопровождения. Как правило, нет задачи просто проэлистрируя то, что происходит на экране. В большей степени задача сделать что-то интересное, все-таки насколько музыка может менять вообще смысловую составляющую того или иного эпизода. Но при этом не отвлекая зрителя от того, что происходит, да? Ведь это такая тонкая грань, где-то можно помешать восприятию. Да, где-то можно комедийный эпизод превратить в трагедию или психологический триллер. И в этом как раз очень интересная составляющая и всегда интрига, как эта музыка будет взаимодействовать с тем или иным эпизодом в фильме. 29 июня первый фильм, который мы будем показывать, это фильм Йоханнеса Гуттера «Башня молчания» или «Башня тишины». В немецком языке это почти равнозначные слова. И, собственно, в этом фильме мы увидим Ксению Десни. Да, которая изображена на фотографии. Да, это лицо фестиваля этого года. Ксения Десни – это популярнейшая за рубежом украинская актриса. Наверное, из таких украинских актеров. После Анны Стэн, наверное, она самая-самая популярная. В 1922 году эмигрировав, вначале в Константинополь, потом в Германию. Она снялась в невероятно огромном количестве фильмов. За год снимаясь в 16-ти различных полнометражных проектах. Это по тем временам очень-очень серьезно. Фильм озвучит Сергей Леонтьев, который тоже является финалистом программы «Инвижн Саунд». Несмотря на свой молодой возраст, он член Ассоциации электроакустической музыки. Алый Загайкевич и член Национального союза композиторов Украины. За его плечами не меньше десятка интереснейших работ, при том в самом разном жанре. И его сопровождать будет коллектив «Сетконтр-ансамбль». Это ансамбль, который можно было видеть на многих фестивалях в Европе и в Украине. Который занимается в большей степени современными тоже и электроакустическими, и академическими произведениями. И, конечно же, именно работа с фильмом, мне кажется, что когда музыка, с одной стороны, визуализирует и помогает воспринимать достаточно непростые для восприятия фильмы. Ну, мы же привыкли к тому, что фильм идет со звуком, диалоги и все прочее. Здесь своеобразная эстетика, и тем интереснее это наблюдать в музыкальном формате. И одновременно кинематографический формат позволяет музыкантам развернуться в самые разные настроения и создавать действительно новые акценты в фильме, с которым они работают. Вот, собственно, программа фильма. И последним фильмом, завершающим фестиваль в Одессе, будет как раз фильм Георгия Тасина «Ордерная Ресса. Порождение вагоновожатых». В Киеве программа несколько шире. Там есть еще несколько фильмов, которые показываются. Один из которых был восстановлен из киноархива Японии. Он называется «Людына Як-Мавпа». Рассказывающий о безумном эксперименте, реально происходившем эксперименте 20-х годов. Кстати, зачем этот эксперимент закончился? Ты не рассказывал это вот в том интервью, где ты упоминаешь тоже о человеке-обезьяне. Или ты не знаешь этого? Ну, на самом деле, эксперимент закончился исторически. Нет, там вроде какие-то успехи были, то есть история умалчивает. Но в общем и целом, как и многое другое, многие такие безумные эксперименты, по скрещиванию человека, и для тех, кто не слышал интервью, о котором знаешь ты, я пару слов все-таки скажу. Идея была в том, что профессор, вроде профессора Преображенского, известного нам по собачьему сердцу Булгакова, собственно, профессор создавал эксперимент по выведению определенного вида животного или человека, который наиболее продуктивно мог бы работать, что было очень востребовано в условиях индустриализации тотальной этого времени. При том, что он очень много исследований проводил где-то через Францию, путешествия в Новую Гвинею, в различные пространства, где он действительно очень со многими обезьянами взаимодействовал. Ну и впоследствии эксперимент местами вроде получался, но на каком-то этапе подобные утопии, требующие определенного финансирования, начали пересекаться со стороны государства и, в общем-то, выявленные как антисоветские. Что это такое, этот обезьян, этот человек? И, в общем-то, фильм является первым самым научно-популярным фильмом. Используется определенное количество анимаций, при этом достаточно любопытной. И фильм будет озвучивать еще одни участники программы Envision Sound. Как вы уже поняли, это достаточно мощная волна молодых композиторов. Молодые ребята под названием Птах Юнг. Они приезжали недавно к нам к отец. Они очень давно выступали в формате Одесса Классик, Urban Music Hall, немножко с другим проектом. И, в принципе, они по отдельности исполняют иногда музыку, иногда вместе. Но это довольно любопытный экспириенс. Но, к сожалению, мы его не увидим. Возможно, на следующих фестивалях. Кроме того, программа будет наполнена теми фильмами, которые у нас уже были показаны. Это «Ветер с порогов» Арнольда Курдюма, «Стрелинский днепрогресс». Озвучили его одесситы. И, надеюсь, что они будут продолжать свое победоносное творчество. Также есть несколько фильмов в цикле урбанистического современного кино. Там программа и короткометражных, то есть фильмов разного хронометража. Кажется, о программе, да. Я рассказал многое из того, что можно было. И я попрошу команду показать сначала видеоролик «Немые ночи-2016», и затем мы вернемся в эфир, и я задам тебе несколько вопросов, связанных как раз и с датой 2016, и с вашей новой локацией. Прекрасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Знаковое событие для всех меломанов и киноманов одновременно – это «Немые ночи». Андрей, расскажи, с чем связано то, что в 2017 году фестиваль не проводился? Дело в том, что фестиваль на тот момент уже проходил на протяжении семи лет. И мы как… Ну, это достаточно большая, сложная структура с точки зрения того, что фильм нужно где-то найти. Без архивной поддержки, то есть в данном случае без поддержки Центра Довженко, у которого есть соответствующие департаменты, которые занимаются этим профильной на протяжении всего года, не только фестивальный момент, не было такой возможности. У нас не было такого конкурса, как «Envision Sound», например. Безусловно, были определенные сложности, фестиваль был достаточно камерным, и поэтому с точки зрения организации, с точки зрения логистики, с точки зрения финансирования всегда мы испытывали определенные затруднения, но при этом их преодолевали. Было принято решение в 2017 году сделать фестиваль на базе Центра Довженко. В этом году нам удалось фестиваль организовать одновременно и в Одессе, и в Киеве, так что фестиваль растет, и теперь у нас есть еще больше поддержки, еще больше взаимодействия с архивными фондами. Центр Довженко является членом федерации киноархива «Всемирный ФИАФ», и благодаря этому, например, три фильма в программе фестиваля возвращаются к нам из архивов других стран. И мы показали вашу локацию в 2016 году, да, вы очень тогда зависели от погоды, но в этом году вы будете делать все в Зеленом театре и тоже попадаете где-то в заложники от того, как поведет себя Небесная канцелярия. Расскажи об этом подробнее. Кстати, как вы умудрялись, вы переносили даты, что происходило? Нет. Даты никогда не переносились. Матч всегда проходил при любой погоде. У нас действительно дважды за семилетнюю историю фестиваля в Одессе на причале Муровокзала дважды дождь нам немного мешал. И один из случаев, как не вспомнить, это когда у нас было, в этом году у нас два фестивальных дня, а было три. И когда первое выступление второго дня, к середине уже просто шел сумасшедший дождь, и просто мы накрыли немножко сцену, но там такая локация, что в принципе накрыть ее нереально. Второе кино решено было перенести на следующий день и перенести его в концертно-выставочный зал Муровокзала, благо все было очень близко. Это был фильм «Хлеб» Шпиковского, который озвучивали белорусы Портмана. И, конечно, это добавило нам определенных сложностей, но интрига всегда есть. Но в этот раз мы смотрели прогноз погоды, вроде все будет хорошо. Сейчас посмотрели ролик с Муровокзала, конечно, ностальгические ногти, такое ощущение прекрасного Муровокзала, летают чайки, немного покритивая, скрипит понтон причала, прекрасный ветер. Но на самом деле задумка перенести фестиваль в Зеленый театр существовала достаточно давно. По своим идеям, по концепциям и событиям, которые происходят в Зеленом театре, они очень близки к концепции нашего фестиваля. С одной стороны. С другой стороны, это возможность расширять фестиваль, потому что он носил камерный характер. Это был такой формат в районе 500 человек. Здесь у нас будет, к счастью, возможность расширять и расширять аудиторию для того, чтобы фестиваль рос и развивался. Безусловно, это тоже полезно. И за это время, учитывая количество интереса, проявленного одесситами и киевлянами, аудитория растет, и их уже не смог бы вместить в морской вокзал, причал мор-вокзала, где люди на каком-то этапе рассаживались уже прямо за спинами музыкантов на лестнице. Оттуда было видно и то, и другое. Были люди, которые находились за церковью, находились за экраном, и смотрели фактически обратную проекцию фильма. Мы очень ждем, очень воодушевлены возможностью провести в этом году фестиваль в Зеленом театре. И уверен, это будет не то, что не хуже. Это будет еще один новый виток и новый этап в развитии фестиваля. Мне кажется, да, так же, что у Зеленого театра есть какая-то своя аудитория, которая, ну, как завсегдатая, посещает кинопоказы, поэтому действительно ваша аудитория может увеличиться, зрительская. И я, к своему стыду, ни разу не была на фестивале. И, ну, это, наверное, объясняется тем, что не мое кино не могло меня в достаточной степени как-то вот заинтересовать и привлечь. Что я потеряла? Почему я должна в этом году обязательно посетить «Немые ночи»? Дело в том, что это фестиваль, в первую очередь, на котором действительно демонстрируются фильмы эпохи 20-х годов, когда Украина находилась в мировом киноавангарде. Это уникальные ленты, которые несправедливо, к сожалению, были забыты украинцами. Фактически речь идет о возвращении исторической памяти. Памяти о том прекрасном искусстве, которое создавалось здесь, о тех прекрасных артистах, которые создавали его тогда. И это те люди, которые сделали, не только сделали украинское кино известным и очень востребованным по всему миру в тот момент, а еще и действительно очень мощные вещи, такие как фильмы, как «Человек с киноаппаратом», «Турксиб», те фильмы, которые можно будет увидеть в программе этого фестиваля. Это, в общем-то, те фильмы, которые во многом изменили полностью восприятие возможностей и инструментов, которые были на то время. Кроме того, уникальность взаимодействия с современной музыкой – это достаточно необычная форма, которая еще и в условиях площадки под открытым небом и прекрасной атмосферы зеленого театра. Безусловно, это очень особенный такой экспириенс, момент переживания чего-то, с одной стороны, связанного с искусством, а с другой стороны, очень чувственного восприятия. То есть, с одной стороны, те люди, которые больше обращают внимание на технические аспекты, им будет очень интересно, но, в принципе, в первую очередь, это очень эмоционально. Как ты переживаешь, не дай бог, случающиеся технические лажи, наверняка они присутствовали, и, ну, я так понимаю, это то, чего боятся все, и исполнители, и те, кто организовывает какое-то мероприятие, и я работаю на «Просто радио», точно так же знаю, как иногда портит это настроение всем. Зрители, конечно, ничего обычно не замечают или замечают, что еще хуже? На самом деле, если так вспомнить за все фестивали, которые мы проводили в Одессе и в прошлом году, вот в Киеве, каких-то таких прям технических лаж, каких-то сбоев, я не перепомню, если честно. Бывает всякое, но пленка у нас порваться не может. Мы показываем реставрированный фильм, уже в цифровой версии, уже оцифрованные. И у нас работает достаточно профессиональная команда, и мы стараемся всю подготовку, так как у нас фестивальный день вообще начинается с наступлением сумерков, а мы, в общем-то, работаем с самого утра, и это все, безусловно, очень оттачивается, выверяется, ну и опять-таки, это уже восьмой фестиваль, поэтому интрига определенная есть всегда, никто не застрахован от технических каких-то сбоев, но мы легко это преодолеваем и, в общем-то, думаем о хорошем. При поддержке каких организаций происходит фестиваль? Спасибо, это очень важный вопрос. В первую очередь, безусловно, сорганизатором фестиваля выступает Центр Доженко в Киеве. Изначальным инициатором фестиваля выступает благотворительный фонд Ивана Юрия Лип, который стоял у истоков этого фестиваля, пана Голына Дольник, продюсерская компания «Арсенал», представителем которой, в том числе, я являюсь, Екатерина Мальцева, которая тоже один из основателей этого фестиваля. Кроме того, Детский городской совет, Детская облах администрация поддерживают. Есть целая серия архивных фондов, которые поддерживают фестиваль. Безусловно, большие и маленькие компании, которые помогают нам в моментах логистики, в моментах питания, поселения и многие другие аспекты, которые связаны с жизнедеятельностью фестиваля, и обеспечением инфраструктуры. Что самое сложное и самое приятное в том, что касается организации «Немых ночей»? Именно «Немые ночи», как ни странно, одна из сложнейших задач – это программа. Дело в том, что не так много фильмов, в принципе, уцелело, и вот чудом возвращающиеся фильмы в украинские архивы, это, в общем-то, является довольно серьезной работой Центра Довженко и архивных институций Украины. А с другой стороны, является каждый раз большой задачей, потому что самые лучшие фильмы мы многие уже показали. Хочется показывать больше, хочется показывать новое, хочется показывать другое. Но перед тем, что у нас никогда не было акцента на, например, на комедиях или каких-то, ну, фильмов-то снималось много разных, и хочется показывать самое-самое красивое, самое-достойное. Это одна часть. Кроме того, музыкальная составляющая. Но лично для меня, с точки зрения сложности, особенно связанной с этим фестивалем, было отсутствие фестиваля в прошлом году. Это самый любимый из проектов, который мы организовываем, и самый красивый, самый вот такой эстетически выверенный и имеющий очень серьезную образовательную, воспитательную функцию и познавательную. Вот. То есть это действительно очень серьезный момент истории, который, к сожалению, многими забыт, и при этом как интересно к этому возвращаться уже в наше время. Ну и кроме того, фильмы, которые показываются на фестивале, многие из них снимались в Украине и украинскими режиссерами, украинскими операторами, украинскими актерами, и в принципе это момент фиксации быта того времени, который, ну, ни через какие другие средства совершенно восстановить невозможно. Это урбанистическая культура 20-х годов. Многие фильмы сняты в Одессе, в Крыму, ялтинская киностудия, если мы возвращаемся к фильму «Алим», например, в Киеве, в Харькове, в разных местах. И, в общем-то, это момент утраченной памяти. Того, что не встретишь в музеях, того, что не встретишь на картинах. И это, в общем-то, показывает украинскую культуру не в привычных шароварах и венках, а эта культура максимально близкая к нам. То есть то, что происходило уже чуть меньше сотни лет назад. Это очень близко к нам. И оно еще и осовременивается уже через музыку. Это довольно любопытно. Да, ну, ты ответил, в твоем ответе содержится и в том числе ответ на вопрос, что самое приятное. Да, наверное, осознание, что это очень значимо и важно. С одной стороны, с другой стороны, это, безусловно, изумительно красиво, это эстетическое удовольствие, когда ты просто видишь красивое кино, по-настоящему красиво местами. Если вспомнить фильм «Китайский богиня», который озвучил белорусский аккордеонист Ягорь Забелов, в общем-то, в слезах был весь зал, включая вашего собеседника, то есть меня. То есть действительно, это настолько трогательно, настолько чувственно, я вот здесь с помощью музыкальных средств настолько удалось подчеркнуть какие-то драматические моменты в фильме, чего вот, когда ты смотришь немой фильм без каких-то дополнительных звуковых там сопутствующих моментов, без саундтрека, без звукового сопровождения, то далеко не всегда удается вот этот драматизм ощутить. Хорошо. Нам нужно уже завершать интервью. Все ли мы проговорили, на всем ли важном мы сакцентировали внимание? Хочется верить, что определенную затравку зрителям мы дали. Те люди, которые знают об этом фестивале, они с удовольствием придут. Те, кто не знают, я надеюсь, услышали самое главное, самое интересное. И это будет для них мотивом прийти в этом году. Мы будем рады 28-29 июня на сцене Зеленого театра встречать фестиваль «Немой ночи», который возвращается в Одессу в этом году. Спасибо огромное. Я пожелаю вам, чтобы не было дождя или «Грозы» 28-29. Андрей Сечковский был в эфире. Это пресс-атташе и технический директор фестиваля «Немой ночи». Для вас работала Саша Корень. Я прощаюсь уже до завтра. Но мои коллеги, как всегда, готовы подхватить эстафету прямого эфира. До свидания. До встречи, Натюш. Только новости культуры Последние театральные премьеры Самые свежие кинособытия Открытие художественных выставок И ни слова о политике Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok